Эта история случилась с Николаем Берсеном под Рождеством. Прошу прощения, проспал. Я ничего не имею против вашей свадьбы, но... Здравствуйте! Смотрите все сюда. Да, он продавец игрушек. Ну и что? Коньяк. Нет, спасибо, я не пью. Я не пью сигару. Я не курю. Итак, вот он, победитель нашей телевикторины, скромный продавец игрушек из Парижа, Николай Берсен. Никто из победителей никогда не просил в подарок поездку на двоих в Россию. Нет, только не это. Если ты не хочешь, я поеду один. Счастливого пути. Добро пожаловать в Москву. Давайте обсудим вашу культурную программу. Большой театр, Красная площадь, Куркинский музей. Что вы еще хотите посмотреть? Приличный салон красоты. Я на пять минут. Пока, мама. Но это точно на весь день. Куда пойдем? Я знаю, куда пойдем. Я посмотрела в архивах и нашла три семейства берских в России. Это дедушка Митя, да? Берские были очень богаты. Все это похоже на сказку. Нет, мадам. Огромное сокровище берских существует и сегодня. А где вот сейчас это все богатство? Об этом знает только глава рода. Не может быть все так просто. Я шел к этому всю жизнь. И если бы вы получили сокровище, что бы вы с ним сделали? Ключ, ключ! Да! Вот что они искали. А значит, они знают, как этим воспользоваться. Значит, профессор прав. Сокровище действительно существует. Весь мир едет за романтикой в Париж. Думаешь, это француз лучше, чем я? А вся романтика же здесь, в России. Ты же волшебная. Ты исполняешь желания детей. Я люблю тебя, продавец игрушек. Папа? Папа? Звонил Николя. Свадьба отменяется. Он там нашел себе какую-то русскую.